Исследование. Происхождение. Есть ли 3М лидер-провидец? В 1988 году мы впервые обратились к проблеме корпоративного видения. Существует ли оно? Если да, то что это такое? Откуда оно возникает? Каким образом организации совершают дальновидные шаги? К тому времени видение уже привлекло большое внимание деловой прессы и теоретиков менеджмента, но мы все равно не были удовлетворены имеющейся информацией по данному вопросу. Прежде всего, термин «видение» имел много различных определений и по-разному применялся, так что это только сильнее запутывало ситуацию. Некоторые считали, что видение – есть взгляд сквозь магический кристалл на будущее рынков. Другие усматривали за этим технологии и товары, например, компьютер «Макинтош». Третьи относили это понятие к самой организации, ее ценностям, целям, миссии, смыслу существования, образом идеального места для работы. Полная неразбериха. Неудивительно, что бизнесмены-реалисты становились скептиками при одном упоминании о видении, столь туманным, запутанным и непрактичным оно им представлялось. За всеми дискуссиями и публикациями о видении, и это более всего нас беспокоило, как правило, стоял некий образ того, кого все привыкли называть лидером-провидцем – харизматичная и блестящая фигура. И однажды мы спросили себя, если такой лидер необходим для развития выдающихся организаций, то кто является харизматичным и прозорливым лидером в 3М? Мы не смогли ответить на этот вопрос. Вы можете? 3М – почтенная и уважаемая организация уже многие десятилетия, но лишь немногие в состоянии назвать ее нынешнего руководителя, его предшественника, предшественника-предшественника и так далее. 3М – это компания, про которую многие сказали бы, что в ней обладают видением, однако она не имеет и, по-видимому, не имела в своих рядах типичного, блестящего и харизматичного руководителя. Мы обратились к истории компании и выяснили, что она была основана в 1902 году. Если у нее в прошлом и был дальновидный лидер, то он уже давным-давно умер. В действительности, к 1994 году в 3М было 10 поколений первых руководителей. Стало понятно, что успех 3М едва ли можно приписать какому-либо товару, рыночной идее или счастливому стечению обстоятельств, поскольку ни одна из этих вещей не в состоянии предопределить столетний корпоративный успех. В 3М было что-то, выходящее за рамки прозорливого лидерства, удачной товарной идеи, рыночного озарения или воодушевляющего заявления о корпоративном видении. Мы решили, что 3М лучше всего может быть охарактеризована как компания, обладающая видением. Так мы начали глубокое исследование, на котором, собственно, и базируется эта аудиокнига. Мы поставили перед собой две главные цели. Во-первых, идентифицировать основополагающие характеристики и внутренние тенденции, которые были бы общими для компаний с видением и которыми бы они отличались от всех других компаний, и представить эти открытия в виде практических концептуальных моделей. Во-вторых, как можно более доходчиво поделиться своими находками и концепциями с другими людьми, с тем, чтобы эти идеи могли оказать влияние на существующие управленческие методы и стать полезными тем, кто стремится основать, построить и развивать великие компании. Шаг первый. Какие компании мы будем изучать? Предположим, мы хотим составить список компаний для исследования. Ничего подобного в литературе до сих пор не существовало. Сама концепция компании с видением еще слишком нова. Каким же методом воспользоваться для создания такого перечня? Мы решили, что как частные лица мы не вправе составлять такой список. У нас могут быть предпочтения в пользу той или иной компании. Возможно, мы недостаточно хорошо знакомы с миром бизнеса. Мы можем быть чересчур расположены к высокотехнологичным компаниям или компаниям, расположенным в Калифорнии, коль скоро знакомы с ними лучше всего. Чтобы исключить персональное пристрастие, мы решили попросить первых лиц ведущих корпораций разного размера, разных индустрий, типов и географического местоположения помочь нам в составлении такого списка. Мы были уверены, что эти руководители, принимая во внимание их уникальный практический опыт в качестве лидеров ведущих компаний, смогут быть более объективны и беспристрастны. При этом мы были склонны доверять мнению SEO больше, чем мнению людей из академической среды, поскольку руководители непосредственно сталкиваются с реалиями и трудностями управления компаниями. Мы верили, что эти люди обладают прекрасным практическим знанием своей отрасли и связанных с ней отраслей, ведь настоящий руководитель всегда знает, как обстоят дела в тех компаниях, с которыми он сотрудничает или конкурирует. В августе 1989 года мы составили репрезентативную выборку, состоящую из 700 первых лиц компаний по следующим источникам. Чтобы убедиться, что выборка покрывает все отрасли, мы отобрали SEO из каждой отрасли по классификации Fortune 500 по 250 из промышленного и сервисного сектора. Список Incorporated помог добиться адекватного представительства из числа небольших компаний, как акционерных, так и частных. Мы составили репрезентативную выборку из 200 компаний из обеих этих категорий. Мы попросили каждого SEO назвать пять компаний, которые он или она считали бы великими. При этом мы оговаривали необходимость личного участия каждого SEO без перепоручения ответа другому лицу в организации. Мы получили 23,5% ответов, 165 списков, в среднем по 3,2 компаний в каждом, и произвели ряд статистических исследований, чтобы убедиться, что получен репрезентативный ответ по всем целевым категориям. Другими словами, ни одна из групп не доминировала в предоставленных данных. Мы получили статистически представительные результаты по всем частям страны и по компаниям всех типов и размеров. Используя полученные данные, мы составили список из 20 организаций, которые упоминались чаще всего. Затем из списка были исключены компании, основанные после 1950 года. Мы полагали, что компания, основанная до 1950 года, сама по себе является достаточным подтверждением того, что ее успех не зависит от отдельного человека или великой идеи. Тщательно применив критерии возраста, мы получили окончательный список из 18 компаний. Самая молодая из них была основана в 1945 году, самая почтенная – в 1812. Ко времени исследования средний возраст этих компаний составлял 92 года, со средней датой основания 1897 год и серединой жизни в 1902 году.